Что такое красная зона, еще недавно знали только врачи. Сегодня терминологию тех, кто находится на передовой борьбе с коронавирусом, знает весь мир. Спасая чужие жизни, медики буквально живут на работе, сутками не снимая защитные костюмы и маски. Чтобы понять, как в эти дни работают врачи, какова степень самоотдачи, надо просто хотя бы на несколько часов встать с ними рядом и поставить себя на их место. Как это сделал победивший в международном фотоконкурсе дагестанский фотограф Анвар Ахметов. Обо всем поподробнее в сюжете Зумруд Гамедовой. Больницы Анвара легко можно было спутать с врачами, если бы не фотокамера в руках. В точно такой же медицинской экипировке, как и герои-медики, он по 8 часов проводил вместе с персоналом красных зон, отрабатывая полную смену. Эти кадры, более трех тысяч снимков, непостановочные. Врачи и медсестры запечатлены во время реальной работы. И все это время он в масках и очках, которые к концу смены впиваются в кожу, оставляя синяки и потеки на лице. Ношение противочумного костюма и других спасательных стресс-защиты становится отдельным испытанием наряду со стрессом и большой нагрузкой. Был случай, ну, обрабатывают маску, обычно, да, экипировку полностью одевают на себя, сискостюм. И когда начала потеть маска, это был самый неудобный момент, ты ничего не видишь. Я стал нервничать, я еще слышу за окном, как машины сигналят друг другу, в пробке стоят, думаю, куда вы едете, дома сидите. От того, что я ничего не вижу, я стал нервничать. А я представляю, еще и врачам там укол нужно было делать в этих масках. В общем, ну, это находиться 6-8 часов в этих костюмах и без возможности снять это. А если снимаешь ты, то уже выходишь с концами. Это огромный труд. Но Анвар, по его словам, никогда не задумался о риске, выполняя свою работу. Фотограф признается, что тревога, конечно, была, но парень хотел принести пользу и показать то, что почти всегда остается за кадром. Этими фотографиями Ахмедов пытался донести до людей всю серьезность бушующей в мире пандемии коронавируса, которая пришла и на нашу землю. Врачи на его снимках как будто светятся, и их белые халаты, ставшие для многих символом надежды на, казалось бы, обычных фото, приобретают иной смысл. А на лицах медиков, сосредоточенных на борьбе с коварной болезнью, отражаются жертвенность и бесстрашие. Идеи участвовать в конкурсе не было. Была идея именно помочь нашим зрителям поверить в серьезную ситуацию, в серьезность этой ситуации. Была только эта цель. Никак не участие в конкурсах. Даже когда поздравляют с победой, для меня это немножко... Я не знаю, как реагировать. Я в силу своей вежливости отвечаю, спасибо. Но то, что я видел в больницах, это люди мучились на этих снимках, они болели на этих снимках. И принимать поздравления за этот конкурс, потому что я выиграл на страданиях других людей, это... Не знаю. Среди тысяч творческих работ были выбраны всего 13 лучших. В их числе оказались фотографии дагестанского фотографа. Теперь Анвару Ахмедову представилась возможность отправиться в следующем году в Китай для участия в международной молодежной программе, которая доступна только победителям конкурса. Ну а пока герои его снимков и герои нашего времени. Отважные врачи продолжают спасать жизни, неделями не видя родных. И все, что от нас требуется, это оставаться с родными и без дела не выходить из дома. Замрут Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.